Ну что ж, всем привет! Меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Чегеряут, а это реакция на девятый выпуск GG Show. Сегодня у нас главный герой Радбек. Не знаю, кто это, что это вообще, что нас ждет. А, кстати, выпуски-то у них в 4К, да? Только сейчас заметил. Ну ладно, молодцы, конечно, круто. Давайте смотреть. Дорогой зритель, сейчас перед тобой предстанет шоу коротких фильмов «Главный герой». И если тебе нет 18 лет, то съебаться дохуй. Давай, выключай экраны и шуру отсюда. Но если тебе есть 18, то приятного просмотра. Здравствуйте, Радбек. Какие у вас ожидания от нашего шоу? Вы пацаны? Я же смотрел все ваши выпуски там. Мы же в красивом месте снимали. Чего мы на чердаке делаем? Ну, студия сегодня просто занята, да и тратиться не хотелось. Что? Вы что решили, типа, на мне сэкономить? Тратиться не хотели? Мы на вас сэкономили, когда еще Байзакова отказалась. В смысле? Байзакова? Да, мы хотели ее вместо вас, но у нее слишком большой гонорар оказался. А вы согласились сняться у нас за саркут? Вы что гоните? Вы после этого хотите меня еще снимать? Ну, не пиздец, конечно, желание есть, но надо. Бля, знаете что? Идите нахуй с такими отношениями. Здравствуйте, Радбек. Рады ли вы принять участие в нашем шоу? Здравствуйте. Я думаю, все будет по кайфу. Пойдемте снимать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Радбек. Простите, кому не нравится. Радбек, знаете, я посмотрел ваши анализы. Я не думал, что лично столкнусь с этой болезнью. Не томите, доктор. Говорите быстрее. Я сам о ней читал только в книгах. Она встречается, ну, не знаю, раз в тысячи лет. Дело в том, что вам больше нельзя дрочить. Что? Нельзя дрочить. У вас смертельная болезнь. Один раз подрочите, и вы умрете. Вы серьезно? Абсолютно серьезно. Да блин, доктор, это же легкотня. Я думал, что-то серьезное. Там, от сладкого отказаться, мясо больше не кушать. А оказывается, просто нельзя серебонкой. Слушайте, ну, мне нравится ваш настрой. Спасибо, доктор. Значит, будете жить. Спасибо. Да, главное не... Без теребона. Да. Спасибо. Сейчас, сейчас. Это вы на карантине. Ладно, я тоже. Ладно, что-то делать. Алло, Василия, как дела? А, ты занята? Ты замуж вышла? Твои детей? Классно, поздравляю. Алло, Зариночка, что, поденешь ко мне? А, братан, простите, ты переехала в Камбоджи? А получается, в течение 27 минут ты не сможешь, да, приехать? Попала в аварию, сломала две ноги, а руки целые? Да ничего делать-то. Остался последний вариант. Все это не то. Все это не так должно быть. Тебе не понравилось? Дело вообще не в тебе. Это просто... Это не то, что мне нужно. Что случилось? Ничего не случилось. Сатя. У тебя есть подруги с такими крепкими ладошками? Нет. Пока. Доктор, я думал, это легко. Казалось бы, просто не дрочить. Очень сложно. Но вам нужно перетерпеть. Вы справитесь, Радбек. Может, есть какие-нибудь лекарства? Лечайшая болезнь на земле. Естественно, нет никаких лекарств. Я посоветовался с более опытными коллегами, и у нас для вас есть два решения. Одно сложное, второе, ну, более легкое, что ли. А какое сложное? Отрезать вам член. А какое легкое? Отрезать вам руки. Блядь! Вообще не оставайтесь один в помещении. Обратите внимание на свои походы в туалет и в душ. Особенно в душ. Одно неловкое движение и смерть. Поэтому, Радбек, ваша жизнь в ваших руках. Какой рукой вы? Правой. Ваша жизнь в вашей правой руке. Вы справитесь. Я в вас верю. Да! Да! Справимся! Идите. Не дрочите, я вас молю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Алло, доктор, здравствуйте. У меня вот такой вопрос созрел. Если не я сам, а кто-то за меня. Нельзя? Спасибо. Ладно, до свидания. Блин, чина. Походу, так нельзя. Блин, ну есть что, я готов. Ты же понимаешь. Спасибо, брат. Запомни, бро. Давай. Ээээ, парень, не глупи. Стойте там. Мне пофигу. Я сделаю это. Нет, 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 парень. Я тебя очень сильно прошу. Медленно высуни ладонь. Положи ее на землю и пить нам. Да это не жизнь. Это сплошное мучение. Подумай о себе. Ты молод. Я тебя очень прошу. Медленно высуни ладонь. Пойдем к нам. Пойдем к нам, Лисич. Няга. Как общались? Нет, нет, как соседи на лесу. Недолго забываю. Последний раз увидел во дворе возле магазина. Молодой человек. Я так понимаю, вы друг Радбека? Да. Мои соболезнования. Подождите, подождите. Мы обнаружили его здесь, в ванной. Вы можете с ним попрощаться. Держитесь. Но мне кажется, он ушел счастливо. Печально, печально. Забавно. Забавно, но печально. Как я рад вас видеть. Сколько лет не видеть? Со школы не видеть. Очень долго. Подождите. По-моему, Радзи даже на выпускной не пришел. Ты ходишь, что ли? Ты бухой был, был же. Он же был в козетке. Слушайте, этот. А где Радбек? Короче, пацаны, Радбек едет. Но есть новость. Он будет не один, а с девушкой? Радбек с девушкой? Никогда же он с девчонками не мутил. Ты что? Вот поэтому, пацаны, я предлагаю на него особо не давить, а наоборот поддержать. Похвалить. Давайте с обстречем. Да. Один с тым. О-о-о-о-о! Как ты? Как ты? Вообще не рад. Решенился. Присаживайся, дорогая. Присаживайся. Салам, пацаны. Я не один, я со своей дамой. Наслышанный, наслышанный. Давай знакомься. Знакомь. Знакомьтесь, это Адаля. Привет. Здрасте. Привет, Адаля. Адаля, рассказывай, чем занимаешься? Она работает в салоне. Да. А может, Адаля сама расскажет, чем занимается? Она просто неразговорчивая и очень стеснительная. Вы заметили. Могу сам рассказать. Адаля сейчас в инстаграме занимается шугарингом. Получается, бреет, чистит рубля. Бать, он вообще с ума сошел. Он спятил, брат, спятил. Ты видел, с кем он пришел, а? Я в шоке вообще, с кем он пришел. Резиновая баба, братан. Херня резиновая баба. Это же моя бывшая. Что? Брат, она жесткая шлюха. Она со всем районом чпяхалась. Мы из-за этого с ней расстались. С Мирданом, Сайбой, со всем подъездом. Ты что, серьезно, братан? Конечно, серьезно. Ладно, пойдем зайдем, а то неудобно, столько лет не виделись. Прикольно. Радбек, будешь виски? Ты же после меня не брезгаешь? Нет. Да давайте выпьем, да? Давно не висит. Встречу все-таки. Соскучился по всему. Я, по идее, не пью, но... Они вообще эти оба с ума сошли. Что Радбек, что Райся. А Райся здесь при чем, брат? Радбек, понятное дело, вообще с ума сошел. С резиновой бабой пришел, блин. А Райся утверждали, что она его бывшая. Что-то со всем районом там переспала. С Сайбой, Смирданом, блин. Вообще долбанулся. И что, получается, она ебется, да? Что? Походу с Радбеком у них не серьезный, брат. Вариант, походу, залететь. Ладно, брат, пойдем. И прикинь, этот фемис заходит в казарму и себя же ведром обливает. Я стал в шоке, когда услышал этот анекдот. Вообще классный анекдот. Реально, классный анекдот жив. Чина, пойдем пообщаемся. Давай, пойдем, пойдем. Чем, пойдем, хорошо? Какая классная. Чина, ты что ебать попутал? Это же моя девушка, ты что катишь к ней? Что ты напрягаешься? Если бы она была против, она сама сказала. Я же тебе сказал, что она неразговорчивая, скромная, классная, великолепная дама. Давай, давай, ладно. Что, пойдем? Ты что, нормально же сидели? Чина? Давай, брат, пойдем. Что, я понял? Что, я нормально? А где? А где Аталия? Не знаю. Брат, ты что творишь? Брат, ты не подумай, я просто номер взял, чтобы там созвониться по работе и все. Это моя телка. Слышишь, Радбей, ты за языком следи, это не телка, а девушка, да? Эй, Аленур, не встревай так-то, мы общались, если что, да? Эй, ты только что говорил, что она шлюха, кончена, а сейчас, а... Ах ты, я пишу так, не считай. Эй, вообще успокоился, со мной поездишь. Эй, короче, умереть. Стой, стихо! Стой! Вы что, пацаны, из-за девушки хотите поругаться здесь? Как вам не стыдно? Я вас так люблю с первого класса. Посмотрите на себя. Ай-яй-яй. Сказали бы, у нее есть офигенные подруги, лошмейкеры. В школе есть очередь там. Что хочешь вообще-то? Ты что, оплатишь? Вообще за это не переживай. Все родные мои, пацаны. Придурки, что это? Салам, пацаны, извините, опоздал. Молодцы, салам, братан. Садись, садись, братан. Садись, братан. Это что такое? Наши подруги, знакомые, это Карина, вот Азиза, вот Алтыша, знакомься, брат. Мужики, вы что, совсем долбанулись? В смысле? Правильно мне мама говорила, не общайся с ними в школе. Ёбнутые они какие-то. Что с ними стало? Мне совсем с ума сошел. Вот так, под конец у себя. Ну, забавно, забавно. Боже, он просыпается! Он просыпается! Ты в больнице. В больнице? Ты упал с крыши, когда пытался поправить антенну. Как меня зовут? Радбек, дело в том, что вы сильно ударились головой, и у вас амнезия. Амнезия? Боже мой, я так переживала. Я так рада, что ты очнулся. Ты моя жена? Нет, глупенький. Я твоя подруга. А жена придет с минуты на минуту. Где она? О, ты мой дорогой, дорогой! Ты очнулся, наконец-то! Я так рада! Ебать, мужик, ты кто? Это я, твоя жена? Ты меня не узнаешь? Почему он меня не узнает, а? У него амнезия. В его случаях такое бывает. Моя жена? Да, любимый. Это я. А почему так получилось? Потому что ты моя жена. Как почему? Ты влюбился в меня с первого взгляда. Ты что, забыл? А ты не пиздишь? Фу, дорогой, ты почему материшься? Ты же ведь обычно пиздец, дохуя, очень вежливый. Ну, что ты сам материшься? Ой, блядь, я там матерюсь каждый ебучий день. А ты себе такого не позволял? Или что, можешь себе пизды-то, как в прошлый раз, а, что ты не матерился? А, блядь? Все будет хорошо, Котик. Все будет нормально. И что, давно мы вместе? Со школой еще. А какая ты была в школе? В школе я была, ну, совсем другая. Ага, а, вот она. Красивее была, да? Такая же. Ой, спасибо большое, Родвиг. Ты такой милый оказывается. Ха-ха-ха-ха-ха. Кстати, к тебе с работы звонили? Я еще и работаю. Ты работаешь в одной крупной компании по производству порнофильмов. Я что, порнухи снимаюсь? Ты? Ой, нет, ай, ты световик там? Ух, бля. А я вот актриса. Че? Да. Каждый божий день. Извини, это у меня с пищеварением проблемы. Это после того случая, когда я через границу наркотики перевозила в животе, и там пакетик лопнул, и в общем, с тех пор у меня проблемы с животом. Ты еще наркотики толкаешь. Ой, Радбей, какого ты мнения обо мне, а? Просто стыд. Просто перевожу их, и все. За кого-то вообще мне принимаешь отбег? Сумасшедший вообще. Че тогда живут так стрёмно? После того раза я тебя очень долго не видела. Ты перестал общаться с друзьями. Да и вообще, если честно, как ты связался с ней, так сильно изменился. Да, я это чувствовал внутри. А я ведь была влюблена в тебя. А почему ты не говорила об этом? Да я постоянно тебе об этом говорила. Я даже несколько раз намекала подняться ко мне. А я что? Ну, а ты отказывал. Говорил, что она в постели. Лучшая женщина в мире. И ко мне подниматься просто смысла нет. Фу, бля. Че ты подстала? Тут че-то не то. Может, прям сейчас поедем и справимся? Ты и я. Ну, нет. Ты сейчас не очень. А вот раньше. Ты был такой классный. Раньше? Да. У меня даже фотография сохранилась. Вот. Ебатья красивая. А что со мной стало? Это она заставила тебя сделать пластическую операцию. Укоротить рост. Чтобы на твоем фоне она была красивее. Ну, ты не расстраивайся. Ты мне так много раз отказывал, что я теперь по девочкам. Че за хуйня? Ты закинул. Фу. Э, отнимись на крыше. Посмотри, походу, антенна сломалась. На хуйня. На хуйня. На хуйня. На хуйня. На хуйня. На хуйня. Сука, блин. Сынок, стой! Не делай этого. Папа! Да. Да. Ты просто ничего не помнишь. Мы с папой очень любим тебя. Мы с папой? Да. Да, сынок. Мы любим тебя. И друг друга. У меня. Две. Папы. Да, да, да. Мы любим тебя. Боже, он просыпается! Боже мой, он просыпается! Где я? Как меня зовут? Я думал... А, очередной выпуск закончился! Как вам? Ну, если честно, так себе. Айжан Байзакова не приехал, и у меня секса не было. Так, подождите! Про секс с Байзаковой это же мой текст! И мой! Зимой! Мой тоже! Давайте каждый свой текст будет говорить, окей? Как вам выпуск? Если честно, классная серия! Даже Радбек приехал, и я наконец-то потрахался! Подождите, а вот это уже мой текст! И мой! И мой? Подождите, давайте каждый свой текст будет говорить, а то уже бесите! Особенно этот русский пидорок! А, я тоже не свой текст начал говорить! В общем, давайте так! Пусть люди в комментариях напишут, знаете что? Они же это все летом снимали! А мы все равно их попросим написать, кого звать следующего! Ага, я заметил! Ай, бля! А, сука! Ай! Ай, бля! Ай! 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 спасибо не занят а и 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 Ну, гля, хороший, бля, бля, бля. Как хорошая стоять! Я говорю, червябь! У меня рука затекла, я это лего. О, стопайте штуки. Ревчон, что? Я специально штуки делаю? Бля, челюсти, меня за... Спасибо. Да, Зайбань, убирает штуки. Чё за пылья, ёбаный рот, бляй. Придурки. Короче, неплохая, в принципе, серия. Забавный. Мне больше всего понравился... Блин, короче, и первый, и второй такие прикольненькие. Третий вообще что-то особо не вкатил. Ну, забавный. Я ждал то, что там будет какой-то неожиданный поворот. Ну, там, конечно, казалось то, что у него отцы. Но я думал, там чё-то этот... Ну, обманка какая-то, типа его обманывать, не знаю. Так, а если выбирать первую и вторую? Блин, не знаю даже. Ну, первая, наверное, мне больше всего понравилась. Да, сам Радбек, в принципе, неплохо играет. Я не знаю, он, наверное, тоже какой-то актёр. Вот. Но для меня лучшие всё равно остаются те ребята, которых я называл. Так, это был восьмой выпуск, девятый, десятый и одиннадцатый. Да, у нас остаются. Совсем чуть-чуть. Надо продержаться, протерпеть. Возможно, конечно, там что-то интересное, прям крутое. Посмотрим, посмотрим. Пишите в комментариях вы, что думаете по этому поводу, по этому выпуску. Чего вам больше понравилось, что зацепило. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out. Субтитры сделал DimaTorzok